Можно ли есть роллы на парах? Можно, если их на этих занятиях и приготовили. Особенно интересно попробовать блюдо, если его приготовил твой преподаватель и известный фудблогер. Смотрим репортаж с необычного занятия. Мясной ролл. Рецепт и технологию производства студенты изучили на обычных парах, но в приготовлении блюд теории явно недостаточно, поэтому на факультете часто проходят мастер-классы. Обычную технологию мы и так изучаем на лекциях, на практических занятиях, а это немножко, скажем так, другой аспект погружения в нашу специальность. Поэтому ребятам это, конечно же, будет интересно. Это практическое занятие было необычно тем, что готовили под руководством известного фудблогера Сергея Федорченко. Задача не только научить делать ролл, но и показать, в каких направлениях может развиваться человек, имеющий специальность технолог пищевого производства. Было все доступно, понятно, в принципе, как второкурснику это было очень полезно, потому что простое блюдо и просто в приготовлении. Но здесь нет тех, кто не справился. Каждый в индивидуальном порядке смог сделать то, что ему хотелось. Сергей Юрьевич профессии более 35 лет. Был гриль-шефом Сити Табри, стажировался во многих странах мира. Сейчас у него своя студия, в которой он придумывает, прорабатывает блюда, снимает ролики и ведет канал, в котором 165 тысяч подписчиков. Занятие очень креативное, очень веселые люди, технологи вообще и повара, это очень креативные, веселые люди, и это им помогает в готовке, потому что когда ты готовишь еду, ты готовишь, ну так скажем, можно сказать, лекарства для людей, которыми человек питается. Человек без еды умрет, поэтому эти люди будут кормить все человечество, и из-за этого мы все выживем. Конечно же, ребята спросили о секрете популярности фудблогера, ведь многие снимают готовку на камеру, а вот известными становятся далеко не все. Получили классный совет. Просто любите то, что вы делаете, людей, для которых вы это делаете, и вы будете не просто популярным, вы будете любимым.